Привет, друзья! С вами проект Индубай. Меня зовут Азад. И сегодня я расскажу вам про погоду в июле. Как вы знаете, также я люблю снимать видео про минусы жизни в Дубае. Вот вы можете посмотреть эти видео здесь. И сегодня это будет два видео в одном. То есть я вам расскажу и про погоду в Дубае в июле, и также про минусы жизни в Дубае, связанные с этим. Но вначале я хочу вам рассказать пару простых правил, которые надо здесь соблюдать, когда вы выходите на улицу в Дубае. Во-первых, с чего надо начинать, это головной убор какой-нибудь. То есть если вы молодой человек, то мужчина, вам какую-нибудь кепку, шляпу желательно надеть на себя. Если вы девушка, женщина, можно тоже какую-нибудь панамку, можно платок какой-нибудь. Ну, что-то такое, чтобы голову закрыть на всякий случай от палящего солнца. К счастью, сегодня солнца немного, такая небольшая облачность на небе. Но в любом случае, я на всякий случай кепку надел. Второе, что надо вам всегда иметь при себе, это солнечные очки. Вот у меня такие очки, вот я их надеваю тоже, больше вы мои глаза не увидите. И третье, всегда имейте при собой воду на улице. Но вода должна быть не холодной, не ледяной, а просто обычная вода комнатной температуры. Ни в коем случае не пейте в жару холодную воду, вы только можете навредить себе и своему организму. Пейте простую обычную воду комнатной температуры. Мы стоим на улице уже 5 минут, и вот за это время я уже практически выпил вот эту бутылку воды, как вы видите. Кстати, 9 июля начинается Рамадан в Дубае, и в это время нельзя пить воду в общественных местах. Я имею в виду вообще перед другими людьми нельзя пить воду. То есть вы идете на улицу, сегодня еще не Рамадан, я могу вот так делать, пить воду. А-а-а, какое-то наслаждение. Но если вы сделаете так в Рамадан, на улице, при всех, то вам грозит штраф, это однозначно. Пейте воду в Рамадан, в Дубае, только в специально отведенных местах, либо в таких местах, чтобы вас никто не видел. То же самое касается курения, и то же самое касается еды. То есть пока сейчас Рамадан еще не настал, еще есть несколько дней перед Рамаданом, то есть можно курить и можно кушать на улице, в принципе, довольно свободно. Но когда настанет Рамадан, в дневное время, то есть это от рассвета и до заката, в публичных местах никакой воды, никаких сигарет и, естественно, никакой еды тоже. Только в специально отведенных местах. Вот. Так чего же мы сегодня вышли на улицу, вы спрашиваете, в такую жару, в июле. И, кстати, температура, какая сейчас, я посмотрел в интернете, вот здесь написано температура воздуха какая. А температуру воды я скажу вам позже. Мы как раз собрались на пляж сегодня сходить. Вот у нас здесь такая пляжная сумочка. Вы можете увидеть, что мы в ней носим. Мы в ней носим такой матрасик специальный для пляжа, чтобы стелить его на песочек. Полотенце, бутылку воды, ну, это наши причиндалы там для камеры. Ну, и там кошелек всякий, мелкие вещи личные. Вот, в принципе, такая она сумка, и мы с ней вот так вот обычно ходим на пляж. Я ответственный за сумку пляжную, а Аня у нас отвечает за выбор места на пляже. Вот. Как вы видите, смотрите, если вы увидите поближе, я уже вот, моя рубашка вся мокрая. То есть я уже весь спотел. Ну, действительно, очень жарко, очень влажно. Ну, вот, да, спина моя, можете посмотреть, тоже, наверное, она уже немножко мокрая. Вот. И вообще рекомендую вам в Дубае в такую жару, в такое время надевать такую свободную одежду, то есть не слишком обтягивающую, чтобы она была такая, более-менее свободная, чтобы проветривалось, да. Ну, можно шорты, кстати, здесь носить в Дубае. Ну, и, соответственно, обувь можно надевать любую открытую. То есть любые шлепанцы, любые сандали здесь только приветствуются. Даже сами локалы, они всегда ходят, как правило, в шлепанцах и в сандалиях. То есть они не носят закрытую обувь вообще никогда. Ну, вот, в принципе, и все. Вкратце я рассказал вам про погоду, какая сейчас творится на улице. Кстати, мы уже стоим минут 10 на улице, и мне действительно жарко уже. Хочется остудиться. Но я не тороплюсь слишком кондиционером, потому что, опять же, резкие перепады температуры могут только навредить. Давайте пойдем на пляж. Я посмотрю, там какая водичка, какая температура воды, и вы дальше узнаете уже более интересно про погоду в Дубае. Кстати, мы сейчас идем, вот, если вы еще не знаете, мы живем в районе GLT, в Jumeir Lake Towers. И мы ходим на пляж пешком, Аня получила права недавно, но машину мы еще не купили, пока нам, честно говоря, не до этого. То есть сейчас я задумался всерьез и уже ищу людей на открытие компании, то есть ищу инвесторов. И пока мы экономим наши деньги и решили в ближайшие три месяца машину не покупать, то есть я думаю, вполне мы обойдемся пешком. Тем более скоро еще собираемся в отпуск поехать в Россию на один месяц. Вот, и мы обычно ходим пешком, то есть мы выходим из дома, идем до станции метро, потом через станцию метро переходим на ту сторону Шейхзаеда, Шейхзаедроуд. И там уже вот за этими домами, за Дубай-мариной, за Джабиаром, там находится пляж, на котором мы обычно ходим купаться. Что еще я хочу сказать по поводу пляжа? Мы вообще решили с Аней, Аня очень любит у нас купаться в море, и мы решили, что каждую неделю, каждые выходные будем ходить купаться на пляж. Мы это обычно делаем либо в пятницу, либо в субботу, и, соответственно, наш любимый пляж, это пляж на Джабиаре, на другие какие-то пляжи далеко мы, как бы, ездить смысла нет. Мы были на разных пляжах сначала, когда приехали, разные пляжи попробовали, на разных покупали, ну, как бы, уже нашли пляж, который нас полностью устраивает, и, в принципе, нам больше и не надо. Самое главное, чтобы была вода, море, солнце, и позитивное настроение, потому что с негативным настроением на пляже делать нечего. С негативным настроением надо сидеть дома и работать над собой. Друзья, мы уже перешли на другую сторону Шейкзайд Роуда, и уже совсем близко к пляжу. Вот, видите, мы были на той стороне до этого, вот через станцию метро, вот через этот переход перешли, прошли сюда на дорогу, и теперь вот через вот этот мост мы перейдем на ту сторону, через Дубай-Марину, и, вот, видите, там кран стоит вдалеке, дом строится, достраивается, и вот прямо за этим домом находится пляж, на котором мы обычно ходим. Ну, все, пойдемте быстрее, а то уже не терпится купаться. Ну, вот, мы пришли с вами на пляж, вот оттуда мы пришли, вот с той стороны, вот по этой дороге мы шли-шли-шли, и пришли на пляж. А вот вы видите, здесь дома песчаные, это район Джибиар называется, там отель Хилтон, там отель Шератон, и дальше вы можете видеть, вот, это наш пляж, тут песочек, там какая-то стройка идет, что-то еще там опять какой-то остров насыпной делают, я не знаю, что это такое. Здесь вот доска с предупреждением, ну, и вот, видите, тут пляж, море, вернее, залив персидский, здесь его, кстати, называют Арабский залив, есть такой нюанс. И здесь люди, как вы видите, загорают, купаются, и там вот уже вдалеке, вот, вы видите, наверное, вдоль этого, по морю идет такая площадка, такая полоса, это, на самом деле, взлетная полоса, там взлетают самолеты, skydive в Дубай, то есть это для тех, кто прыгает с парашютом. Но, насколько мне известно, сейчас вроде не сезон, и я уже давно не видел, то есть последний месяц, я не вижу, чтобы там самолеты взлетали, и чтобы кто-то прыгал, то есть, скорее всего, это закончилось. И вдалеке, вот, вы можете видеть, там уже пальма идет, там отель Атлантис в самом-самом далеке, это все там пальма, и теперь мы смотрим еще вокруг, что здесь есть. Здесь вот уже пляж, вот видите, уже огороженный, это тут отель, это отельный пляж, и здесь вот за мной, вы видите, это Дубай Марина, то есть, вот, самые высокие здания в этом районе. Кстати, вот, Принцесс Таур, это самое высокое жилое здание в мире, то есть, это здание 100% жилое. И также вот это известное уже стало, Туистед Таур, как его называли раньше, но теперь называется по-другому, Каян Таур, что ли, что-то типа такого. Вот и все, сейчас я пойду проверю температуру воды. Так, давайте зайдем в море и посмотрим, как там сейчас водичка. Кстати, наши друзья, которые приезжали недавно сюда в Дубай отдыхать, они говорили, что вода для них слишком горячая, то есть, они привыкли пожариться на солнышке, а потом уже охлаждаться в воде. И то, что слишком теплая вода, им не очень понравилось. А мне на самом деле вот нравится такая вода, то есть, она действительно расслабляющая, и она действительно очень теплая, даже может быть, в воде сейчас даже может быть теплее, чем на улице, знаете, по субъективным ощущениям. Давайте зайдем еще чуть-чуть поглубже. Ну вот. Так вот, вода очень теплая, очень приятная, и как молоко, прямо кипяток. Мне нравится в такой воде купаться. Температура воды в Дубае сейчас вот такая. Вы можете видеть, что она довольно теплая, поэтому, если вы любите купаться в теплой воде, добро пожаловать в Дубай в разгар июля. Это самое то, то есть, это, наверное, самая горячая вода будет в июле. Может быть, в августе тоже будет горячая. Кстати, вот я обещал вам рассказать про минусы. Моя рубашка уже вся мокрая, насквозь, со всех сторон, и спереди, и сзади даже уже не видно пятен. Я весь вспотел, вот, не знаю, видно, не видно, вот. Все у меня мокрое, лоб весь мокрый, шея мокрая, поэтому пора мне искупаться. Друзья, на этом все. Наши приключения на море в Дубае закончились. Как видите, мы даже немножко искупались в этом кипятке. Вода очень расслабляющая, очень теплая. Даже, скажу вам честно, на берегу, на суше даже намного прохладнее, чем в воде. Ну, все равно мне понравилось купаться и понравилось расслабляться. Еще один момент. Вот, как видите, мы брали две бутылки воды. Вот, вторая бутылка уже практически закончилась. Вот я сейчас последние капли допиваю. Вода, вот эта обычная вода из бутылки, она, когда вот в море накупаешься, когда наглотаешься, это из соленой воды. Эта вода кажется сладкой, на самом деле, вкус такой прямо фантастический. И неспроста. То есть здесь именно даже называют вот обычную пресную, то есть морская вода называется salt water, то есть соленая вода. А обычная пресная вода здесь называется sweet water, ну, то есть сладкая вода. И это, на самом деле, так. То есть после того, как наглотаешься соленой воды в море и попьешь обычную пресную воду, она действительно кажется очень сладкой, очень вкусной. Что еще, друзья, вам сказать? На самом деле, один момент мне очень не нравится после того, как мы покупаемся в море, после пляжа. Это то, что после соленой воды очень жесткие волосы становятся, они прям все такие, как пружинки. Ну, вы сами понимаете, там соль, да, в голове. То есть это прямо надо идти домой и надо идти в душ и прямо тщательно в шампуне вымывать всю эту соль, чтобы волосы стали опять мягкие и приятные. То же самое тело, то есть тело сейчас все в соленой такой пленке, в соленой корочке. Ну, это не совсем приятное ощущение. То есть первым делом с пляжа надо идти домой в душ и хорошенько мочалкой мылом помыться, чтобы опять это в соль, чтобы соль смыть. Ну, вот, в принципе, все, что еще я могу вам сказать. На сегодня хватит, я думаю, оставайтесь с нами. Смотрите другие видео про Дубай. На нашем канале они появляются еженедельно, даже иногда чаще, когда у нас с Аней есть больше времени. Так что всем пока-пока. Подписывайтесь на канал InDubai здесь. Также можете подписаться на наш паблик ВКонтакте. Мне было очень приятно снять для вас это видео. С вами был Азат Надыров, специально для проекта InDubai.